В эфире на Ульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Алифред Валяхметов. Здравствуйте. Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил провести проверку эффективности расходов на обустройство контейнерных площадок в населенных пунктах региона. Об этом руководитель республики заявил на еженедельном оперативном совещании в правительстве республики Башкортостан в понедельник 3 февраля. В рамках реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами в муниципалитетах завершили инвентаризацию контейнерных площадок. Города и районы получили бюджетные субсидии на их обустройство. Тем не менее, Радий Хабиров отметил, что во многих населенных пунктах качество этих конструкций оставляет желать лучшего. Затем министр жилищно-коммунального хозяйства Борис Беляев доложил о том, что на обеспечение жителей Башкортостана качественной питьевой водой в этом году направят более 1 миллиарда рублей. Три объекта водоснабжения в регионе уже функционируют. Планируется строительство еще семи. В программу «Чистая вода» вошли 50 населенных пунктов в 19 районах. Далее более 112 километров дорог в Башкортостане отремонтируют в рамках проекта «Родная улица». В приоритетном порядке в программу включат центральные улицы, сел и деревень с населением более тысячи человек, а также улицы с высокой интенсивностью движения более 600 автомобилей в сутки. Вопрос одновременного обустройства пешеходных дорожек прорабатывается в рамках мероприятий «Года эстетики населенных пунктов». В 2019 году Башкортостан был исключен из санитарной зоны территории с рисками заболевания животных ящуром. По словам главного ветеринара Азата Зиганшина, своевременные меры по недопущению возникновения заразных болезней животных, в том числе особо опасных, приносят свои результаты. В ближайших планах – оснащение участковых ветеринарных врачей персональным смарт-устройством, в котором установят специальное мобильное приложение, позволяющее быстро определить владельца животного и подтвердить его благополучие. Выездной прием граждан провел председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по делам юстиции Владимир Спеле в администрации района 31 января. С вопросами различного характера к нему обратились три человека. Среди прозвучавших тем – оплата жилищно-коммунальных услуг, работа судов, личные трудности, с которыми они столкнулись. По всем вопросам председателям Госкомитета были даны соответствующие разъяснения. Если говорить непосредственно о нашем Государственном комитете, получается так, что очень редко обращаются по вопросам, которые находятся в нашем видении. Буквально, наверное, один раз за три приема. В основном мы занимаемся законодательством республиканским, немножко в какой-то степени. Народные правовые акты мы введем в республиканский регистр, как часть федерального регистра муниципальных правовых актов. Организуем деятельность органов ЗАГС и, соответственно, обеспечиваем деятельность мировых судей. В общем-то, мы в этом смысле немножко рады, что очень редко обращаются по вопросам, именно связанным как с законодательством, так и с мировыми судьями, так и с ЗАГСами. Ну, достаточно нечасто. Ну, наверное, по старинке приходят обычно по вопросам, связанным просто с деятельностью судов, так или иначе. Как правило, конечно, в ситуациях, когда люди уже все инстанции прошли, уже все проиграли, и, честно говоря, помочь-то достаточно сложно. Ну, с какими-то другими юридическими вопросами, с какими-то небольшими проблемами приходят в тех или иных муниципальных образованиях. Если говорить про сегодняшний прием, ну, стандартные проблемы, связанные с ЖКХ, с платы за ЖКХ, стандартные проблемы, которые, к сожалению, мы разрешить, естественно, не можем, но мы отправим, понятно, в органы, которые занимаются этими вопросами. Ну, юридический вопрос здесь был сложный, связан с международными правоотношениями, с судебными актами не Российской Федерации. Но этот вопрос требует дополнительного обсуждения. Я попросил просто в письменном форме внимательно все это изложить подробно, вместе с копиями документов. Мы попробуем вместе с нашими коллегами из Федерального органа юстиции неформально подойти, пытаться помочь. Там сложная ситуация, ее очень сложно здесь объяснить, и, наверное, нет, в общем-то, смысла. Вот, как обычно, в таких случаях мы заезжаем в свои структуры, поэтому я обязательно заеду сегодня к мировым судям, в отдел ЗАГС. Законодательство постоянно меняется, законодательство регулирующей деятельности мировых судей постоянно меняется. В прошлом году у нас введено обязательное аудиозапись судебного заседания с 1 сентября. Спасибо, благодаря руководству республики мы успели соответствующее оборудование закупить. В общем-то, вроде бы, без особых нареканий оно работает. В любом случае, поговорить на местах, узнать, какая реакция, какие проблемы, вот выясненно с этим вопросом всегда важно. С 1 октября прошлого года вступили в действие кассационные суды, апелляционные суды, такие межсубъектовые суды, которые вышестоящие, в данном случае, по отношению, в том числе и к мировым судям. Здесь нас больше волнуют технические вопросы направления дела, сколько это стоит, какие проблемы встречаются, но многие другие вопросы, которые необходимо судить. Жизнь опять на этом не заканчивается. Мы заканчиваем проект создания электронного отдела производства со службы средних приставов, он на этапе у нас тестирования, но тоже изменений на этом не заканчивается. У ЗАГСов у нас, конечно, очень важная задача проведения так называемой ретроконверсии, это перевода записей актера знамского состояния в электронный вид и затем пересылка их в единый государственный реестр записи актера знамского состояния, который заработал не так давно, чуть больше, чем год работает. В будущем на его базе будет построен более широкий реестр, как вы знаете, там будут, я так понимаю, сведения, но практически очень большие сведения о гражданах, достаточно удобные. Собственно, я думаю, во многих странах, особенно в западных, такой реестр есть. Вот такая важная, очень непростая задача, на самом деле, с точки зрения просто объемов, которые в этом году, в любом случае, задачу решать придется, поэтому побеседовать есть с органами ЗАГС, о чем? Ну, надо отмечить, что, в принципе, вот этот ЗАГС заработал получше, под коментами того, что было год назад и сейчас. Отзывы с места дурства, ну, полегче стало работать, полегче, меньше ошибок, скорость быстрее, так сказать, реакция этой программы, потому что она единая во всей Российской Федерации, вот такие вопросы обсудить. Очередной час сельского главы состоялся в администрации района 3 февраля. На этот раз на встречу с главой и его заместителями пришел глава администрации сельского поселения Старокудашевский сельсовет Ильгизар Шакирьянов. Он кратко рассказал присутствующим о состоянии дел в своем сельском поселении, достигнутых результатах за прошедший год. Так, в населенных пунктах реализуется программа освещения улиц, благоустройства территорий, докуплено оснащение для пожарной машины. Отметил те острые вопросы, которые до сих пор еще не решены в поселении. Было много вопросов вынесено и обсуждено. Это хорошая идея, что нас приглашает, направляет на такие мысли, чтобы мы работали активнее, чтобы некоторые есть моменты, которые без района ничего не решаются. Поэтому в основном, вот у нас в селе Старокудашево бывшее здание средняя школа находится в весном состоянии. По сносу вопрос был поднят, по сносу этого здания. Также в этом году же по распоряжению главы, указу о распоряжении главы Республики Ваштептан было объявлено годом эстетики населенных пунктов. У нас деревня Султыева, населенный пункт находится в политической дороге, Яновол, Нефтекамск, и многие проезжают через деревню, поэтому надо сделать большой ремонт забора населенного пункта деревни Султыева. Ну, есть моменты и ремонт дорог в населенных пунктах, и ремонт дороги Султыева, Старокудашева требует капитального ремонта асфальтной дороги. Ну, есть моменты, которые мы без района не сможем решать, поэтому основные вопросы рассмотрены в администрации нашего района. По плану основных мероприятий Министерства культуры Республики Башкортостан и Республиканского Центра народного творчества с ноября 2019 года по май 2020 в нашей республике проводится фестиваль «Салют Победы». Этот фестиваль пройдет в 10 муниципальных образованиях, где состоятся зональные просмотры. В рамках фестиваля проходит республиканский марафон «Победа» с передачей штандартов фестиваля и капсулой с вечным огнем. Фестиваль с показательными выступлениями лучших творческих коллективов и исполнителей северо-западной зоны Республики Башкортостан проходил на Янаульской земле 31 января и 1 февраля. Начался он с возложения венков и цветов к монументу боевой и трудовой славы. Дань памяти Павшим Великой Отечественной войны от многонационального народа Республики Башкортостан и от имени присутствующих на этом мероприятии венки памятнику славы и труда возложить. Редактор субтитров А.Семкин Ветераны Великой Отечественной войны, тружники тыла, участники ветераны боевых действий, это призывники и почетные гости. 7 ноября 2019 года, в День воинской славы в России, дам старт Республиканскому марафону Победа, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С приветственным словом выступила заместитель главы администрации Янаульского района по социальным вопросам Гаухар Миндиарова. Все мы здесь присутствующие на этом митинге стали участниками Республиканского марафона Победы. Тем самым мы выражаем свою признательность и глубокое уважение тем, кто ценой своей жизни отдал защите своей Родины. Мы склоняем низкую голову над могилами павших на полях сражений. Мы вспоминаем тех, которые ушли в послевоенное время от боли, от несгод и, конечно, болезней. И мы славим тех ветеранов, участников Великой Отечественной войны и очевидцев, которые живут среди нас. На торжественном митинге выступили директор Республиканского музея боевой славы, исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества Ильшат Утяев. Наш народ знает, что такое война. Трагичные страницы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов навечно вписаны в историю нашей страны. Победа – это память и гордость. Председатель районного общества ветеранов Римма Фазылова. На сегодняшний день в нашем районе проживает всего лишь 10 участников этой Великой Отечественной войны. Ида – призывник, ученик школы номер один Никита Вязьминов. В последнее поколение не знаем всех ужасов войны, но глубоко уважаем и чтим подвиг советского народа. Подвиг тех солдат, которые в кровопролитных боях отстояли нашу родную землю. Кульминацией митинга стала передача капсул с огнем победы соседним районам и городам северо-западной зоны республики. Продолжился фестиваль уже на сцене культурно-досугового центра. На втором этаже на суд зрителей и жюри каждый район оформил свою экспозицию. На обзор были выставлены экспонаты времен Великой Отечественной войны. Здесь можно было увидеть много интересного. Письма с фронта, портреты ветеранов, сделанные руками школьников, большие стенды, посвященные участникам войны и труженикам тыла. Мы предоставляем материалы, олицетворяющие уважение, дань уважения нашим ветеранам, погибшим Великой Отечественной войне. Сегодня, ныне живущим нашим ветеранам. Подготовка к этой выставке меня очень сильно бортует. В 19-м году мы нашли деда, который считался погибшим в безвести пропавшем 72 года тому назад. Он родился в Татарии. Его внуки, его дети жили в Терплях. И сегодня вот этот представленный баннер, это все его памятники, уже создан его внуков Великой Отечественной войны. Вот он, молодой, погиб в Новгородской области. Называлась эта операция «Полярная звезда», и все помнят, как название «Демьянский котен». Ему было всего 39 лет. Снег минами изрыл вокруг и потемнел от пыли минный разрыв. Выступления творческих коллективов продолжились уже на сцене. Проходит мимо. Сейчас настанет мой черед. За мной одним идет охота. Будь проклят, 43-й год, ты мерзший в снегах и хода. Мне кажется, что я в огне, что я притягиваю минный разрыв. Лейтенант и хребит. А смерть опять проходит мимо. Но мы уже не в силах ждать. И нас ведет через траншеи Окоченевшая вражда Штыком дырявящая шеи. Бой был короткий. А потом глушили водку ледяную И выковыривал ножом Из-под ногтей я Кровь чужую. Два дня подряд Янаульцы и гости города Имели возможность посмотреть выступления Артистов из Нефтекамска, Агидели, Илишевского, Дюртюлинского, Колтасинского, Татышлинского, Краснокамского И Янаульского районов В рамках республиканского фестиваля Салют Победы. Первыми на сцену вышли артисты Из города Нефтекамска. Под горой растут цветочки, На горе растет полы, Ой, мой, миллионочек на фронте, О, воюет не один, Ой, мой, миллионочек на фронте, Беречь память о тех, Кто, не раздумывая, Отдал свои жизни за наше будущее. Именно такой идеей Были пронизаны Театрализованные представления Артистов из города Агидель и Илишевского района. Агидель и Ильичевского района. Салют Победы. НCal, салют Победы Pocifixi, Мы не дчатся с тобой, Агидель и Иоан larger. Н Dahin, мы realized Артистов из города Артистов из города Агидер и Ильичевского района. Салют Победы. Здравствуйте, у Crunchy. Я мам 그리고… Беречь, 제� Miaen. Через을� próp отçquinском и церкви. В нашей программе в основном участвуют участники художественной самодеятельности района, районного дарца культуры, профессионального, агронно-технологического колледжа, далее литей, нет, школа номер два имени Талката Рахманова, школа номер один, такие участники принимают участие. Школа искусств, особый коллектив, у них большой коллектив, школа искусств, образцовый коллектив, танцевальный коллектив, руководители хорошо работают и занимаются с детьми регулярно. Но коллектив проехал сегодня 180 человек из Верхней Иркиева. Самому младшему 4 года, а самому старшему уже 85, около 90. Шагал эсэсовец упрямо, шагал не подымая глаз. Впервые, может, эта дума в сознании отравленным сожглась. И снова взгляд светился детский, и снова слышится опять, и не забудется навеки. Чулочки, дядя, тоже смерть. Дюртелинцы своим выступлением хотели сказать, что победа – это великий день. Наши деды, прадеды принесли в нашу страну праздник, который мы должны беречь. Участие в этом фестивале, фестивале «Салют Победы» – это, конечно, большая честь. Большая честь не только в частном случае, это народный праздник. То, что деды наши сделали, мы сегодня должны помнить. Основная идея программы – это была у нас память, чтобы осталась в памяти на долгие-долгие годы. И поэтому мы использовали сегодня в программе и как ветеранский подход, то есть воспоминания с их уст, так скажем, да, хроника тех же фотографий, видео, документальная часть нашей истории, нашего района, там тоже отражается. Те же девчонки, зенитчицы, у нас 50 зенитчиц, поэтому это и отрывок из спектакля, отрывки тоже из спектакля применили. Но мне кажется, мы постарались сделать войну уже сегодня не совсем трагическую, то, что трагедия, она есть, она боль, понятно. Но сегодня, мне кажется, его надо сделать как праздник, потому что наши деды принесли праздник. И на войне, что там было, как там было, не будем о плохом вспоминать, а будем о хорошем, о веселом. Все-таки война войной, а там и дружба была, а там и любовь была, а там все-таки и веселье, и радости были. Потому что без этого победить народ, фашизм, в общем, как-то фашизм, нельзя было, невозможно было. Поэтому основная идея в этом я заключала. И сегодняшнюю программу, и как зрители, может, оценили, мне кажется, оценили, то, что оно было вдохновением и должно запоминаться, и где-то в сердцах оставлять хорошее впечатление, но неплохое. Вот на этом строилась наша программа. Спасибо огромное, Яна Ольцин. Во второй день фестиваля сцена была предоставлена артистам из Краснокамского, Татышлинского и Калтасинского районов. И вязкая, как кровь, ночная могла над разорвавшейся землею разорвется. Взлетают стаи белокрылых клубей, и словно души в небо улетают. И как набат не умолкает звук колоколов, и звоном траурным на память воскрешает. Пока мы помним, мы живем, и пусть стаи голубей в небо улетают. И этот отзыв не набатов, а колоколов пусть нам только о мире возвещает. Воспитание чувства сопричастности к истории своей страны через военные песни и современные танцы – вот что хотели показать и рассказать молодому поколению наши артисты, творческие коллективы Ина Ольцинского района. По пути этих полчищ разрушены села, потоптана рожь, и сюр, поспешно и жадно поволчи, творят эти люди разбой и грабеж. Но разве что люди никто не поверит. При встрече с одетым в мундиры зверем, они едят не как люди, как звери, глотают божное свинину сырьем. В них повадки совсем не людские. Скажите, способен ли кто из людей, вы так с дариканами и легкой таская, насиловать мать на глазах детей? Все муниципальные образования, районы, города очень ответственно, очень серьезно относятся к данному фестивалю, потому что все-таки это знаменательная дата 75-летия Великой Победы, Великой Отечественной войне. И хочу сказать, что очень хорошо готовятся наши участники художественной самодеятельности, ветераны, дети, молодежь. Это очень отрадно. И хочу сказать, что вот каждый район, каждый город, когда готовят свою программу, они хотят показать именно тот период, именно военный период, некоторые показывают уже мир на земле. И на самом деле, что наши деды, прадеды, они не зря воевали. И как бы задача фестиваля стоит, что вот молодежь и дети должны понять, что такое война. Это очень здорово. И вот через художественные произведения, через песни, через танцы мы это все показываем народу. И воспитываем, конечно же, чувство патриотизма, чувство воспитания. И ощущаем, конечно же, тот период, как это было тогда. На Ульском районе мы просмотрели 8 муниципальных образований. И каждый район, каждый город показал свою программу в многообразии, в жанрах, в направлениях. И очень отрадно, что свыше, наверное, 200 человек в каждой программе принимали участие. По итогам фестиваля, конечно же, всем коллективам самодеятельного творчества, всем исполнителям будет вручаться дипломы, лауреата первых, третьих степеней в различных номинациях. И, конечно же, будут оцениваться концертные программы, театрализованные представления, а также тематические выставки. Техотворение, танец и песня – вот что помогло бойцу пережить войну. Песни и раненые солдаты поднимали настроение себе и окружающим. Именно песня вдохновляла их на героические подвиги, создавала атмосферу героического задора и оптимизма. «Без песен на войне труднее вдвойне», подчеркивает фронтовая пословица. И каждое выступление принималось зрителями бурными аплодисментами. «Без песен на войне труднее вдохновляет, а на небе же ты не найдешь, потому, потому, что мы пехоты, небо наш, небо наш, прадивый дом, первым делом, первым делом самолеты, ну а девочки, а девочки потом». «Наступали семь районов в этой зоне. Один краше другого, один лучше другого. Это редко бывает так. Вот ожидание было огромное, что здесь большой потенциал этих районов. Мы их знаем. Они везде, и в работе, и в отдыхе. Культура у них очень в высоком уровне. Но такого я, если честно сказать, не ожидал. Каждый район имеет свою изюминку. И каждый район готовился по-своему. Я не знаю, или они друг с другом очень общались, друг с другом, но никто друг к другу не похож. Хотя одни те же произведения исполняют, но по-разному, по-своему. И они это исполняют от всей души. И таким желанием они живут. Вот это дорогого стопа. Мы от имени жюри я хотел бы поблагодарить всех участников фестиваля. Вы достойные дети тех ветеранов. Праздничный концерт завершился церемонией передачи штандарта марафона следующему участнику фестиваля в Кигенском районе. Расширенную версию фестиваля «Салют Победы» смотрите в пятницу, 7 февраля. А полную версию выступления творческих коллективов Янаульского района, 14 февраля. Круглый стол образовательных политиков на тему «Качество образования. Приоритетное направление деятельности современной школы» прошел в гимназии имени Муксинова 4 февраля. Это одно из конкурсных заданий участников муниципального конкурса «Учитель года Янаульского района-2020». По его условиям, каждый из педагогов отвечал на вопросы по заданной тематике, обосновывал свою точку зрения, свое отношение, основываясь в том числе и на своем педагогическом опыте. Беседа получилась достаточно активной. Особенно обсуждаемым стал вопрос о том, что влияет на качество знаний. Выступление каждого из педагогов оценивало жюри конкурса. Вторую неделю в районе проходит муниципальный конкурс «Учитель года Янаульского района-2020». Сегодня прошел круглый стол и планируется проведение мастер-классов. Всего участников круглого стола 10, на мастер-классах они тоже все примут участие. И по итогам уже всего конкурса, сегодня же мы подведем итоги. Сегодня определится финалист и призовые места. Конкурсанты отвечали на вопрос о том, что такое качество образования, какие условия влияют на качество образования наших детей, такие факторы. Осуждения в основном они перекрещиваются. Но опять-таки и различия в интерпретации тоже есть. В целом я дата ответа конкурсантов круглого стола. Это реальные практики, которые работают в школе, реально обучают детей и реально знают ситуацию о качестве в школе. Таковы новости к этому часу. Далее эфир продолжат мои коллеги. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Приглашаем всех 8 февраля принять участие в 38-й открытой всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Также будет организован забег на 1945 метров, посвященный 75-летию Победы. Место проведения – лыжная трасса в районе Сабантуй. Регистрация участников с 10 часов, массовый старт в 11.15, старт по дистанциям ГТО в 11.45. Справки по телефону 544-37. Субтитры создавал DimaTorzok Мы можем сделать любое поздравление по вашему желанию. Поздравление на дни рождения, юбилеи, свадьбы. Воплощаем любые идеи. Вам надо всего лишь позвонить по номеру 528-71. Время тления непогашенной сигареты составляет около 30 минут. Средняя температура горения – 450 градусов. Некоторым хватает пары минут, чтобы бросить курить. Навсегда. Задержанная, значит, 25 до 40 минут. Крупный избытчик наркотиков. И 100 килограммов купрительных смесей. Это смешно. Пап, дай денег на наркоманные расходы. Что-что? Тенег на карманные расходы дай? После разрушительного трясения... Проверьте, чтобы не сомневаться. Телефон горячей линии по применению наркотестов 223-1108. Продолжение следует...